здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня мы вместе с вами проделаем дропшиппинг с амазона на amazon то есть купим у одного продавца с амазона и отправим своему покупателю опять же на амазоне с чего начинается сам процесс когда у вас произошла продажа товара выставленного на амазоне вам на почту приходит вот такое вот письмо оповещение что у вас продан товар для просмотра данного ордера здесь все подробности по цене товару сроком указаны для просмотра этого ордера надо кликнуть по вот этой вот активной ссылке кликом по нее попадаем вот свой аккаунт продавца и детали от данного ордера здесь нам на данный момент нужен адрес доставки мы его копируем я обычно все это вставляю в текстовый документ вот по этому адресу нам надо будет доставить данный заказ поэтому закрываем вот эти две ненужные уже вкладочки они не нужны сам заказ вот он это вот такие вот весы как видите они есть тут за 16 долларов но у меня их купили за 42 с чем-то это к слову о том что дешевый товар обязательно будет продаваться дорогой не продается и тот и тот у амазона есть свой алгоритм он покупателям подставляет по очереди разных продавцов одного и того же товара и если у вас в аккаунте все нормально все хорошо нет никаких нарушений то ваш товар будет показываться потенциальному покупателю и так для того чтобы купить данные весы и отправить своему покупателю кликаем вот по этой вот ссылочки эту карту в данный момент есть некоторые изменения на сайте амазона то есть подарочный вариант он выбирается таким вот образом вот наводим мышку на весы на сам товар и вот здесь вот проставляем галочку что это у нас будет подарок и продолжаем процесс продолжаем процесс и так здесь три моих адреса ну как по которым можно сделать доставку можно кликнуть вот по этой вкладке ну правильно кликнуть по ней кликнуть но все равно опустится вот сюда и предложится указать новый адрес доставки вот кликаем вот чуть-чуть страница опустилась вниз и переходим к нашему текстовому документу нужно отправить вот по этому адресу полное имя изабелла орланду копируем вставляем вторую линию оставляем пустой город вот он город копировать ставить штат провинция регион это вот эти две буквочки калифорния копировать вставить и зип-код вот он копируем вставляем здесь обязательно надо указать номер телефона номер телефона указывайте свой ничего страшного ничего страшного не произойдет и кликаем еще раз давайте проверим соединенные штаты зип-код калифорния из перья адрес скопирован ставлю на месте все правильно все правильно кликаем отправить по этому адресу формируется наш заказ здесь как видите уже выбран ну выбран подарочный вариант мы его уже выбрали здесь это можно все убрать можно переделать можно просто написать спасибо за подарок можно убирать можно убирать проверяем упаковочка нам не нужна все правильно сохраняем опцию подарочную эта кнопка сохранить подарочную опцию и сейчас нас перебросит на выбор выбор здесь мы выбираем тип отправки вот обязательно просмотрите что было на стандартном шиппинге то есть чтобы было без бесплатная отправка а вот эти остальные двудневный шиппинг однодневный это это с праймовского все это не надо вот именно что была стандартная доставка здесь тоже самое адрес проверили все правильно и продолжаем поскольку у меня тут две карты привязано сейчас выберем ту которая нужна минуточку выберем то это уже закончилась вот это Теперь я поставлю на паузу и полностью заполню это все. Итак, карта выставлена, здесь выбрана в какой валюте. Если у вас в местной валюте, чекбокс ставится здесь и естественно это определяется автоматически. Если Россия, здесь будут рубли, если Украина гривны, просто вам надо будет чекбокс поставить здесь. Если же у вас долларовая карта, чекбокс ставится здесь и выбирается доллары. Выбираются доллары и continue. Итак, что тут? Зачем платить за доставку, но у меня и так доставка бесплатная, вы не хотите… Нет, спасибо. То есть, у меня удержало, да, 678. Ну нет, я не на Прайме. Ну что ж, у меня еще добавилось, значит, 6 долларов, 678 за доставку. Все равно исходя из того, что у меня было, мне выгодно покупать, правда, не хочется терять 7 долларов, но все равно. То есть, Праймом тут воспользоваться не надо. В любом случае, не надо воспользоваться Праймовским своим аккаунтом для покупок и дропшиппинга, потому что они быстренько вас забанят, если вы будете часто это делать. Ну что ж. Паймент метод правильно, шиппинг метод правильно. Пусть будет так. Поскольку я снимаю и не только для вас. У меня был этот товар на eBay и в итоге я мог бы его купить дешевле, но поскольку ролик снимается, чтобы можно было посмотреть, как все это делать. Я его и снял, то есть купил. Все. Итак, где можно посмотреть, где можно посмотреть мои ордеры. сейчас пусть загрузится, а страница еще грузится. Сейчас страничка то грузится. Что-то она очень долго загружается. Посмотрим, можно посмотреть или нет. Опять меня выкинуло почему-то. вот здесь вот виден сам процесс отгрузки, то есть он написано еще не отправлен. Товар пока что не отправлен. Можно кликнуть вот по этому желтому направляющему и видно. Процесс вот по этой зеленой стрелочке будет виден. Что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok